в собственном доме. Уважаемые жители Крыма и города Севастополя, вся Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью. Это именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни мы были близки как никогда, поддерживали друг друга. Это были искренние чувства солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелость и сила духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую силу. Своей сплочённостью поддержался отечественников. Твёрдость внешнеполитической позиции России основывалась на воле миллионов людей, на общенациональном единении, на поддержке ведущих политических и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот патриотический настрой, всех без исключения. Но нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией. Мы явно столкнёмся и с внешним противодействием. Но мы должны для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы, или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда. Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду. Действия некой пятой колонны, разного рода национал-предателей, или рассчитывать, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей. Рассматриваем подобные заявления, как безответственные и явно агрессивные, и будем соответствующим образом на это реагировать. При этом мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнёрами, ни на Востоке, ни на Западе. Наоборот, будем делать всё необходимое, чтобы строить цивилизованные, добрососедские отношения, как это и положено в современном мире. Уважаемые коллеги, понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме предельно прямо и чётко. Быть Крыму либо с Украиной, либо с Россией. И можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма и Севастополя, депутаты законодательных органов власти, формулируя вопросы референдума, поднялись над групповыми и политическими интересами и руководствовались, во главу угла, поставили исключительно коренные интересы людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы привлекательным он ни казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических, политических и экономических особенностей этой территории, был бы промежуточным, временным и зыбким. Крым неизбежно привёл бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным образом отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос жёстко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был проведён открыто и честно. И люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю. Они хотят быть с Россией. Россия также предстоит принять сложные решения, учитывая всю совокупность и внутренних, и внешних факторов. Каково же сейчас мнение людей в России? Здесь, как и в любом демократическом обществе, есть разные точки зрения. Но позиция абсолютного, я хочу это подчеркнуть, абсолютного большинства граждан также очевидна. Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на днях. Порядка 95% граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 95%. А более 83% полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция осложнит наши отношения с некоторыми государствами. 83%. 86% граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих пор является российской территорией, российской землёй. А почти, и вот очень важная цифра, она абсолютно коррелируется с тем, что было в Крыму на референдуме. Почти 92% выступают за присоединение Крыма к России. Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Дело за политическим решением самой России, а оно может быть основано только на воле народа, потому что только народ является источником любой власти. Уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, граждане России, жители Крыма и Севастополя. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в федеральные собрания и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Аплодисменты. А также ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в вашей поддержке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Через несколько минут состоится церемония подписания. Просьба оставаться на своих местах. Начинается церемония подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, председатель Государственного Совета Республики Крым, парламента Республики Крым Владимир Андреевич Константинов и председатель Совета Министров Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, уполномоченные представители Республики Крым, Алексей Михайлович Чалый, уполномоченный представитель города Севастополя, подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.